В Самарканде проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Президент Ильхам Алиев уже успел встретиться и провести переговоры с рядом глав государств, входящих в ШОС. Завтра встреча продолжится и ожидается подписание ряда важных меморандумов и соглашений. Подробнее о сотрудничестве Азербайджана со странами ШОС мы поговорим с Мурадом Тагиевым, доктором экономических наук, профессором кафедры финансы и менеджмент Бакинского государственного университета, который выходит с нами на прямую связь. Здравствуйте, Мурад Мялим! Добрый вечер, Анастасия. Для начала хотелось бы получить от вас оценку экономического сотрудничества Азербайджана со странами ШОС. Географически Азербайджан находится в Евроазии, и ему одинаково интересны как европейские рынки, так и азиатские рынки. Причем это в конечном итоге приводит к диверсификации экономических отношений, что является важной частью как экономической безопасности, так и устойчивого экономического роста. И если европейские страны больше интересуются нашей сырьевой составляющей, то с азиатскими странами, со странами ШОС мы можем строить свои внешнеэкономические отношения на готовой продукции. В эти страны ходят и Турция в том числе, и Китай, с которыми у нас очень близкие экономические отношения. В любом случае, это диверсификация экономических отношений, а это на пользу. А как сотрудничество между Азербайджаном и ШОС, по вашему мнению, может развиваться в дальнейшем? И все-таки в каких сферах, по вашему мнению? Ну, во-первых, прежде всего, хотелось бы, чтобы эти отношения где-то переросли в инвестиции на наши отвоеванные территории. А тут ведь если количество инвестиций превышает определенный показатель, то это потом заканчивается и политической поддержкой. Как показали последние события нескольких дней, нам сегодня нужно, и мы сегодня пожинаем плоды того, что столько лет было потрачено на этот экономический рост, и многие страны инвестировали, причем долгосрочные инвестиции необходимы нам сегодня, иностранных компаний, вот, Карабах, чтобы в дальнейшем мы могли рассчитывать и на политическую поддержку представителей этих стран. Ну, и еще, конечно же, вот, и на территории, вот, Карабаха, через территорию Карабаха, а также вот Зангизурский коридор, это вот одно из направлений развития нефтяного сектора экономики, это транспортно-логистический, создание транспортно-логистических центров, что является неваловажным фактором организации бизнеса, то есть это есть логистика. И в заключении, вообще, чего мы можем ждать от данного саммита Шанхайской организации сотрудничества? Ну, во-первых, конечно, хотелось бы, в первую очередь, политической поддержки, вот, в связи с последними событиями, и я уверен, что эта поддержка будет уже, первые даже ласточки, а вот еще, конечно же, инвестиции, инвестиции, долгосрочных инвестиций, чтобы необходимо, да, долгосрочные инвестиции, как я уже сказал, они приводят и к долгосрочной политической поддержке, надеюсь, что все эти цели будут достигнуты на протяжении, вот, завтрашний день еще есть, я думаю, что все будет достигнуты. Благодарю вас, Мурат Мялим, спасибо вам большое за такой подробный комментарий. Благодарю вас, всего доброго, до свидания. Спасибо, Иван. О сотрудничестве Азербайджана со странами ШОС мы говорили с Муратом Тагиевым, доктором экономических наук, профессором кафедры финансов и менеджмента Бакинского государственного университета. Благодарю вас, Муратом Тагиевым,